Здравствуйте! Я рад вас приветствовать, друзья! Добро пожаловать в наш страну! Мне очень приятно, что дружественная страна Вьетнам на высоком уровне участвует в работе саммита движения неприсоединения. Это свидетельствует о том, что ваша страна придаёт большое внимание участию в этой важной международной организации. Как вы знаете, решение о том, чтобы Азербайджан взял на себя председательство движения неприсоединений, было принято единогласно всеми членами. Это свидетельство большого уважения и доверия нашей стране со стороны стран-членов. И мы, как председатели в течение предстоящих трёх лет, будем делать всё до того, чтобы движение неприсоединения активно продолжало участие во всех международных делах. Так и мы планируем ещё больше активизировать наши двусторонние связи со странами-членами, и в том числе с вашей страной. Я рад, что наши отношения развиваются очень динамично, успешно и основаны на взаимом уважении. Я с удовольствием вспоминаю мой официальный визит в вашу страну. Я был впечатлён бурным развитием вашей страны, решением уважающих социальных вопросов и очень динамичным ростом экономики. Также у меня была отдельная встреча с выпускниками азербайджанских вузов, которые в Азербайджан занимают важные государственные и общественные посты. И на этой встрече я пригласил наших друзей, которые когда-то учились в Баку посетить Азербайджан. Они приняли моё приглашение и провели здесь очень хорошие дни. После этого через год, в 2015 году, президент Вьетнама совершил официальный визит в Азербайджан. То есть это говорит о том, что динамика отношений была определена, и сегодняшний ваш визит ещё раз подтверждает дружественный характер наших связей. Уверен, что и в дальнейшем наши дружественные связи будут успешно развиваться, охватывать политическую, экономическую, гуманитарную и другие сферы. Ещё раз добро пожаловать. Уважаемый господин президент, прежде всего я очень рада встретиться с вами и большое спасибо вам за время принять нашу делегацию. Я хотела бы выразить нашу благодарность за сердечный и теплый приём, оказанный нашей делегацией во время саммита в Азербайджан. Это мой первый визит в красивую, но очень современную страну Азербайджан. Я высоко оцениваю организацию Азербайджана данного саммита, и я хотела бы поздравить вас с огромными успехами, достигнутыми в виде развития страны. Как вы уже сказали, что Вьетнам также придаёт большое значение в развитии и укреплении отношений, дружбы и сотрудничества с Азербайджаном. И, пользуясь этим случаем, я хотела бы придать большой привет, а также приглашение от нашего генерального секретаря, президента Вьетнама, Мэн Фу Чао, посетить Вьетнам с официальным визитом. Правительство и народ Вьетнам никогда не забывает о тех огромных помощях, оказанных азербайджанским народом, вьетнамскому народу в деле защиты и строительства страны. В особенности Азербайджан оказал большую помощь Вьетнаму в деле подготовки кадров, в особенности, как вы уже сказали, в области подготовки нефтяных специалистов. И это также изменяет очень важную вирус в здоровье отношений. Мы отмечаем 60-летие визита нашего президента Кашемина в Азербайджан в июле 2045 году. И с тех моментов, я думаю, что эта визия уже заложила основу для развития отношений между нашими двумя странами, особенно Сан-Баку является примером для Вьетнама развития нынешней современной ефициальной промышленности. И я полностью согласна с вами о том, что в будущем нам надо придать усилия для развития наших отношений во всех областях. И я также предлагаю, чтобы стороны усиливают активизировать все договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, активизировать сотрудничество между ведомствами и медицинами по линии партии, а также по линии парламента. Мы также должны сотрудничествовать в рамках между прав комиссии по научно-техническому, торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы отношения в образе экономики, торговой инвестиций, науки и технологий более развиты. И стороны должны сохранить периодические совершения. Данной комиссии для своего времени устранения трудностей, а также предвижения новых приглашений сотрудничества в Санкт-Петербурге и в новом периоде. А как вы уже отметили, что между нашими странами остается большой потенциальный центр развития, поэтому мы считаем, что стороны должны придать большое значение развитию отношений в таких областях, как нефтегазовая промышленность, сотрудничество в области торговли, сельском хозяйстве, развитие туризма, сотрудничество в области, в гуманитарном области. И я также предлагаю, чтобы стороны возобновили аппетитное и практическое сотрудничество в области подготовки кадров, особенно в подготовке нефтяных специалистов и инженеров. И в пользу этим случаем мы хотим еще раз поблагодарить Азербайджану поддержку вьетнамскому кандидату в непостоянных членам Совета Безопасности ООН сроком 2012-2021 годов. И я также предлагаю, чтобы стороны продолжали традицию взаимной поддержки в международных аренах, в том числе в рамках ООН, а также в рамках движения несоединения. Азербайджан